Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Мы с вами в дни Светлой Пасхальной Седмицы продолжаем чтение книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня перед нами третья глава книги Деяний, мы читаем с вами первые восемь стихов. Именно этот отрывок предлагает сегодня Церковь к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек хромой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, стал. И начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем торжественное ликующее шествие по светлой пасхальной седмице. И сегодня мы с вами обращаем свой взор на третью главу книги Деяний Святых Апостолов на первые восемь стихов. Мы с вами вчера говорили о суммариях, так называемых. И вчерашний отрывок заканчивался следующими словами. Напомню, это вторая глава, сорок третий стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес, и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Закончилась тема проповеди в Иерусалиме. Мы видим, что церковь разрастается, потому что после проповеди апостола Петра в тексте мы читаем, что в тот день прибавилось в церкви около трех тысяч человек. Мы видим, что как итог, как в суммарии, показано присоединение к церкви в результате проповеди апостола Петра и плавный переход к следующей теме. Это знамения и чудеса. Почему это так важно? Дело в том, что когда мы обращаем свое внимание на Евангелие и смотрим на то, что делал Господь наш Иисус Христос, мы видим, что Он не только проповедовал, Он нес не только устное слово, но Он подкреплял его делом. То есть Он говорил, мы знаем Его прекрасное, нравственное, высокое учение, которое трогало сердца даже людей безбожных, даже людей, которые не верили ни в Бога, ни в кого другого, но все равно они признавали высокую нравственную чистоту и высоту того учения, которое проповедовал Господь наш Иисус Христос. Но Господь не только проповедовал, Он еще свидетельствовал о Себе Самом, как о Мессии, как о том, кто пребывает в Отце и в ком пребывает Отец Небесный. Он говорил о том, что Он Господин Субботы, и нельзя было сказать это и не засвидетельствовать эту власть Небесного Царства, который обладал Господь Иисус Христос и являл апостолом и людям эту власть, указывая на свое мессианство. К этой власти мы приобщаемся верой через Иисуса Христа. И эта власть была дарована Церкви, ибо и, как Христос был свидетелем Небесной власти Отца и свидетелем того, что Отец пребывает в Нем, и Он пребывает в Отце через чудеса, так и Церковь теперь должна засвидетельствовать свое событие со Христом точно так же через знамения и чудеса и силу. Соответственно, дальше, после проповеди о событиях евангельских, как мы говорили, апостол Петр проповедовал, да, в трех стихах Евангелие было заключено, а в чем оно заключалось? То, что Христос пришел в этот мир, засвидетельствовал свою власть и свое мессианство через силы, знамения и чудеса, его распяли, убили, и Он воскрес. Вот Евангелие в трех стихах, в речи апостола Петра это четко прописано. Здесь же тоже после этого Евангелия, после этой, скажем так, теории, да, проповеди нужно подкрепить ее делом. И евангелист Лука нам показывает, переходит от проповеди, от слов к явлению этой власти Небесного Царства. «Ибо в Церкви пребывает эта полнота Небесного Царства в таинствах и мистических, через таинство, через действие благодати Святого Духа. И эта власть, вязать и решить, есть у Церкви. Ее ей передал Господь, да? Соответственно, сегодняшний отрывок в третьей главе как раз-таки и показывает нам реализацию этой власти, власти Небесного Царства, которая даровано Церкви через апостолов и пребывает в ней неизменно, неизбывно, через апостольское преемство». То есть до сего дня эта власть через епископов сохраняется в Церкви и передается верующим посредством таинств, освящающая благодать Божия, прежде всего. И здесь перед нами история того, как Петр и Иоанн вошли в Иерусалимский храм. Многим интересна эта история. И здесь можно много развивать мыслей, и каждая будет самостоятельна и уникальна. Например, можно сказать о том, что мы видим, как перед нами разворачивается история вырастания христианского культа, христианское богослужение из недр Ветхозаветного храма. Действительно, наше богослужение во многом заимствовано из обрядов и культов Иерусалимского храма. Мы используем часы также, да, мы совершаем вечернюю и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, многое символика жертвенности, да, она позаимствована из ветхозаветного служения священнического. Поэтому у нас есть тесная генетическая связь Ветхого Завета с Новым. Мы не должны ее рвать, мы должны ее осознавать. Поэтому всегда нужно читать Новый Завет в свете Ветхого Завета. И наоборот, это всегда будет дополнять и расширять наше знание, и нашу веру укреплять. Соответственно, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Они идут в храм, и был человек хромой, хромой с рождения, и всегда просил милостыню. Его знали все. Все в округе его знали, потому что все ходили в храм часто. Он каждый день сидел там и просил милостыню на протяжении долгих-долгих лет, десятилетий даже. Все его прекрасно знали. И вот Петр и Иоанн идут и останавливаются перед входом в храм. Он на них смотрит, он у них просит, у них ничего нет. У них ничего нет, кроме дара вязать и решить, кроме той власти Небесного Царства, которая излилась на них в День Пятидесятницы посредством благодати Святого Духа, освящения. Соответственно, они это и делают. И здесь даже мы видим повторяющиеся такие моменты, то, как Господь исцеляет людей, также и апостол Петр такими же словами. И мы далее увидим эти схожести по тексту в книге Деяний, вот эту схожесть речи Господа Иисуса Христа и речи апостолов, апостола Петра. Он говорит, встань и ходи именем Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи. И, взяв с его за руку, руку поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, скачив, начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля Бога. Вот что происходит. Реализация власти Небесного Царства в лоне церкви. Заметьте, они исцеляют не своей властью, они исцеляют во имя Иисуса Христа. Подчеркивается христоцентричность нашей веры и центр, источник благодати для верных христиан. Поэтому не будем унывать, будем помнить, что церковь обладает этой властью Небесного Царства. И наша задача со смирением и в страхе Божьем с любовью проходить поприще нашего спасения. Тем более, что Христос умер за нас и даровал нам свободу от греха и смерти. Не будем об этом забывать. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Христос воскресе! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Субтитры подогнал «Симон»!